В США сегодня начались масштабные мероприятия по случаю 50-летия первых гастролей группы Битлз, вошедших в историю под названием «Британское вторжение». Принято считать, что именно с этих гастролей началась мировая слава Битлз и появился сам термин «битломания». О том, как эту дату отмечает Нью-Йорк, узнал Евгений Маслов. Первые гастроли Ливерпульской четверки в США для американцев историческая веха, такая же, как высадка астронавтов на Луну. Битлз и Нью-Йорк прилетели ровно 50 лет назад, 7 февраля, и Америка влюбилась в них безоглядно. Их первая остановка – телеканал CBS, популярнейшее в Америке 60-х шоу Эда Салливана. Прямой эфир с участием «Битлов» смотрели 73 миллиона американцев. Число преступлений в этот день снизилось до рекордной отметки. К экранам прильнуло почти половина страны. Газеты писали на следующий день. Ливерпульской четверки Америка сдалась без боя. Британское вторжение началось. Апофеоз гастролей – выступление на арене Вашингтонского Колизея. Кордоны полиции сдерживали тысячи человек. Триумф другого слова не подберешь. Битлов, их поклонники и журналисты преследовали по пятам. Отрывки из коротких интервью расхватывались газетами на цитаты. Самое известное – буквальный ответ на простой вопрос. Как вы находите Америку? Летим до Гренландии и поворачиваем налево. Битлз в США прилетели на волне успеха в Европе, но позже признавались, что такого приема и представить себе не могли. Британское вторжение в Америку дает старт мировой популярности Битлз. Ливерпульская четверка изменила музыкальный мир. Это выражение уже аксиома. 50 лет спустя нью-йоркская студия CBS, отмечая юбилейную дату, копирует черно-белую вывеску шоу Салливана полувековой давности. На Манхэттене стартует трехдневный музыкальный фестиваль, посвященный легендарной ливерпульской четверке. 50 исполнителей из 50 стран будут отмечать британское вторжение в течение нескольких дней на нью-йоркских подмостках. Битлз на их музыкальные подвиги вдохновил американский рок-н-ролл. В США они привезли его британскую версию. С выступления ливерпульской четверки здесь на Бродвее в студии CBS началась в каком-то смысле эволюция современной музыки. Евгений Маслов, Анатолий Кошенко, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.